Ситерна для сицилианской защиты, когда белые рокируют в длинную сторону. Вот такая острая игра получается. В этой позиции белые могли теоретически взять на h6 пешку, но Таль так не сыграл. Но мы давайте посмотрим варианты после хода слон берёт на h6. Например, чёрные могли сыграть конь b6 и неприятно угрожать ходом конь на c4. Причём два коня смотрят на c4, а после конь на c4 чёрные ещё и пешку b2 атакуют. И вот если бы в этой позиции белые пошли b3, не давая чёрным сыграть конь c4, то у нас первое задание. Как бы вы здесь отвечали на месте чёрных? Посмотрим эту позицию со стороны чёрных. Ход чёрных. Как бы вы здесь продолжали? Какой ход вы считаете здесь сильнейшим за чёрных? Сделайте паузу, а я буду продолжать сейчас и в дальнейшем без пауз. Исходя из того, что вы паузу сделали и запустите это видео тогда, когда вы примете какое-то решение. Получите какой-то ответ или решение этой позиции. Когда вы включите видео снова, вы услышите то, что я сейчас буду говорить. Сильный ход в этой позиции за чёрных ладья берёт на h6. Используется такой тактический мотив, который называется отвлечение. Ферзь белых защищает коня c3 и защищал слона на h6. И поэтому чёрные его отвлекают. Ферзь берёт на h6 и тогда чёрные берут коня на c3. Они уже имеют, в общем, материальный перевес. Две фигуры за ладью с пешкой. Ну и кроме того у них атака на короля. Например, надо сейчас убирать коня d4. Он находится под боем от двух фигур. Например, коня f3. Чёрные играют здесь. Ладья берёт на b3. Используя связку пешки c2, которая не может взять ладью. Например, ферзь h8, шах, слон f8. Это единственный правильный ход в этой позиции. Мы вернёмся к этой позиции. А сначала посмотрим такой вариант. Король d7. Задание. Выберите из двух ходов за белых. Шах. Ферзь берёт на e5. Или конь берёт на e5 шах. Я сказал в начале видео, что здесь будут мотивы из моей серии. Выбираем правильный ход. И вот это значит, я вам даю на выбор в данном случае два хода. Один из них не был сделан в партии, потому что мы рассматриваем вариант. Обычно это бывает, что ход сделан в партии. Но в данном случае один из этих ходов сильнее. И вот выберите из двух ходов. Ферзь берёт на e5 или конь берёт на e5 шах. Посмотрим ход. Конь берёт на e5 шах. Чёрные отвечают на c7. Уходят королём. Белые берут на f7, так как конь e5 был связан. Белые берут, предлагая размен ферзей. Но следует ход e5. И теперь у белых нет защиты от такого манёвра ладья a3 и ладья a1 мат. Защиты от таких ходов у белых нет. Значит, после... Конь берёт на e5. Это ошибка. Белые проигрывают. А вот ход ферзь берёт на e5. Очень сильный. Правильный. Чёрные отвечают. Здесь слон. g5 шах. Здесь следующее задание. В этой позиции выберите из следующих ходов. Конь берёт на g5. Ладья d2. И ферзь берёт на g5. Сделайте паузу. Я продолжаю. Конь берёт на g5. Проигрывает. После... Ферзь берёт на e5. Конь ушёл. Не защищает ферзя. Ладья d2. И белые проигрывают. Ладья d2 проигрывает после хода. Слон берёт на d2 шах. Конь берёт на d2. Если король d1, то после ладья b1 ставится мат. После конь берёт на d2. Чёрные берут ферзя. Потому что исчезла ладья, которая связывала пешку d6. Теперь пешка d6 не связана и может спокойно взять ферзя. Ферзь берёт на g5. Мы ещё не посмотрели. И это сильнейший ход за белых. Ферзь b2 шах. Король d2. Ферзь c3 шах. Король c1. И это ничья. Вечным шахом. То есть, здесь никто не может выиграть эту партию. Это вечный шах. Значит, ничья была только после хода. Ферзь берёт на g5. Остальные ходы проигрывали. После слона f8 компьютер показывает абсолютно выигранную позицию за чёрных. Ну, опять же, здесь такой манёвр, как ладья a3 и ладья a1 мат, от которого белые не могут...